Рабочая комиссия дня жилищно-коммунального комплекса посетила территорию напротив дома 111, корпус 1 по Кирославскому шоссе. Недавно этот участок был очищен от гаражей ракушек. Уже летом здесь начнется строительство жилых домов. Но рабочим не удается расчистить территорию под строительство. Некоторые старожилы дома 27 по улице Первомайская всеми силами отстаивают огороды, которые уже много лет используются ими незаконно. 70% населения уже против этих огородов, потому что люди действительно хотят видеть здесь пешеходные дорожки красивые, чтобы озеленение было, чтобы сквер красивый сделали. Но не вот этот же бардак. Там собирается не лучшая часть населения города. Поэтому мы уже устали от этого безобразия. Хочется уже пожить в красивых условиях. В планах на месте этого Шанхая, как называют участок в народе, разбить сквер. Из-за линии электропередач, которая здесь проходит, детские площадки будут находиться в стороне. Одна из них уже готова. Также от незаконных постройок освобожден небольшой участок земли. Сейчас его озеленением занимаются сотрудники МКУ «Леспаркхоз». Здесь производится работа по реконструкции застроенной территории. Был конкурс проведен. И инвестор у нас очень положительный. Он готов участвовать во всех вопросах, касающихся не только строительства новых домов, но и благоустройства старых территорий. О чем мы сейчас и договаривались. Будут озеленения сделаны, он будет помогать, будут парковки дополнительные и так далее. Следующий вопрос обсудили уже в зале заседаний. Он был посвящен запуску мутищинских фонтанов. Основной праздник состоится в городском парке 29 апреля в 12 часов у поющего фонтана. В это же время будут запущены фонтаны у театра «Фест» и на бульваре ветеранов. Федовский на запуск состоится 3 мая, а на следующий день, 4 мая, эстафету примет микрорайон Пироговский. Там впервые заработают фонтаны в Центральном сквере. Начало праздника в 20 часов. Анна Рощенкова, Олег Степанов, информационная программа «День». Продолжение следует...